Всем привет ребят, с вами DMC и я рад приветствовать вас в мифах по серьезному Сэму 2, ну или как в русской озвучке крутой Сэм 2. Это новая рубрика мифов в новой игре, хотя она уже старая. Почему я выбрал именно эту игру? Потому что она уже немного староватая, но никто никогда не проверял мне ни одного мифа. На просторах всего YouTube вообще нету никакого упоминания мифов на этой игре. Ну что ж, пишите свои мифы в комментариях, я буду самые интересные мифы ставить в серию, то есть будет такой скриншотик мифов, и вы сможете наблюдать себя. Вы сможете наблюдать свои комментарии у меня в видео, я буду проверять ваши мифы, естественно еще буду добавлять свои мифы. Все, погнали, это первая серия, мы начинаем. Сразу скажу, что читы вводятся следующим образом, Сэм и Энэйбл Четс, так вот, ввели доступные чит-коды разработчика. Заходим в чит-коды и смотрим, здесь есть всякие чит-коды, можем выбирать что хотим. Проверяем первый миф. Первый миф гласит о том, что если спуститься вот сюда вот вниз, то там наверняка будет земля, и мы сможем выжить там. То есть если мы просто падаем, мы умираем. А если мы возьмем режим призрака, то мы не умрем, если спустимся туда. Давайте мы это проверим. Видите, мы не погибаем вообще никаким образом. Никаким образом мы не погибаем. Допустим, на этот камень, давайте на этот камень спустимся. Ага. Мы умираем сразу. Давайте добавим себе жизнь. Мы умираем сразу, поэтому мы не можем никак туда спуститься. Ни на камне, ни на что. Здесь, скорее всего, где-то есть линия, ниже которой мы просто тупо умираем. Давайте еще разочек проверим. Спустимся на вот этот вот камень. Хотя, что у нас там за карта находится? Ясно, ничего особенного. Давайте еще разочек. Нет, мы сразу дохнем. Такие вот дела. Миф опровергнут. Следующий миф гласит о том, что эти боты, то есть орки, как они там называются, солдаты орки, они не умеют плавать. Давайте его заманим сюда. Сразу извиняюсь за читы, за режим бога, но так уж и быть, чтобы мало ли не убил. Так, этот чувак все-таки умеет плавать. И черт возьми, миф опровергнут. Он, хотя нет, он не плавает, он, кажется, сейчас в воде умрет. Да. Я рада, что телепортация тебе не повредит. Он не умеет плавать. Миф подтвержден. Они не умеют плавать, они падают в воду и не умирают. Такие уж проблемы здесь. У NPC, у злых NPC. А следующий миф гласит о том, что Квонга не будет атаковать игрока, если тот будет находиться за стеной. Для этого мы, естественно, перейдем за эту самую стену. А ну-ка, и идем прямо к Квонга. Мы ничего не используем, кроме... Ну, уже ничего не используем. Шлепнул, придурка. Ну что, Квонга? Я иду к тебе. Убьешь меня? Ведь он атакует игрока только рукой. Но вот там. Ну же, ты будешь меня бить? Да нет же, меня. Квонга. Да ему плевать. Интересно, он сквозь нас пройдет или нет? Да, ну, по всей видимости, ему вообще все равно, где мы находимся. Если мы за стенкой, то он нас не бьет. Эй, иди от меня, слышь. Вон от меня. Так, вот он идет, но нас... Так, вот он идет, но нас... О, господи. Он нас даже не давит, ребят. То есть, вот такие вот дела. Все, он уже подошел или еще нет. Ну, короче, ему... Он будто нас видит, но ему все равно вообще на это. И он нас не убивает. У нас сейчас чит-коды не врублены. Ему пофиг. Только если мы перейдем за стену, то он нас может атаковать. Вот он нас пытается атаковать, да? Но рукой он нас не бьет. Так что миф подтвержден. Квонга на нас не реагирует почти. Пытается нас как-то убить этими левыми предметами, которые он подбирает. Ну, а так вот он... Он нас никак не бьет. Вообще. Даже наступить на нас не может. Это, я не знаю... Сверх логика. Вот. Он сейчас будет это вот делать, да? Показывать натуру свою. Но он будет так все время делать, пока мы не... Перейдем за стену. Смотрим. Переходим за стену. Вот. Он нас пытается уже ударить. Но так как я знаю один секретик, я думаю, вы его тоже знаете. Просто нужно спрятаться за стенку. Прятаться за стенку, и он не будет вас бить. Так что все. Такие вот дела. А следующий миф гласит о том, что... Помните, нам говорят про то, что эта река опасна, и в ней, типа, плавать невозможно. Но вот видите, Сэн дальше не заходит в воду. То есть, тут невидимая стена стоит. Что же будет, если мы попадем туда? Сможем ли мы плавать? Опасна ли эта река? Мир гласит о том, что мы сможем плавать, и эта река не опасна. Просто стоит стена. Давайте проверим. Вот. Действительно, мы плаваем. Только нас с утечением уносит прямо в водопад. Но это не главное. Мы ведь можем плавать. И кажется, мы даже... О, господи, они не могут за стену перейти. Стеночку. Тут тоже нельзя. Плавать мы можем. То есть, река не такая уж и опасная. Только, наверное, если мы спустимся вниз по водопаду. Да. Вот тогда-то мы и умрем. И мы упадем куда? Мы упадем за карту. Эта река слишком опасна, чтобы в ней плавать. Лучше поищи мост. Какая она опасная? Ведь не можно плавать. И миф подтвержден. Плавать там можно. Мы не умираем сразу. Мы умираем только тогда, когда мы падаем с водопада. Ну, даже чуть раньше, когда мы вот возле этого камня находимся. Миф подтвержден. Следующий миф гласит о том, что это в библиотекаре, который встречается вот здесь, можно не убивать. Давайте выключим даже чит-коды. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас мы пробуем просто их обойти. Че, они за ними бегают? Они же стрелять не умеют, что ли? Братаны, что с вами вообще? Так-так, сейчас еще раз будет бросок топором. Отлично. Промахнулся. Идем, идем, идем. И... Да! Можно даже не выполнять, не убивать его вообще. Можно просто его обойти. Поэтому миф подтвержден. Реально это сделать можно. Что ж, это были все мифы на первую серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дэмси. И мифы в серию Сэм 2. Всем пока!